всем привет добрый вечер надеюсь я уже в эфире как и сегодня анонсировала это достаточно спонтанно вернее этот эфир был решен и что он будет и мы обсуждали его неделю назад но в общем объявила его анонсировала я его сегодня очень спонтанно я рада что вы подключились чтобы готовы и ваш воскресный вечер точно будет скрашен так друзья я сейчас жду мою удивительную родную любимую анджани ма это человек очень дорогой мне очень особенный это моя духовная мамочка мы знакомы с ней почти девять лет с момента как я пришла к моему учителю к моему мастеру парамахам савишвананди и именно там в ашраме мы с ней познакомились анджани живет в швейцарии она является специалистом по ведической нумерологии астрологию ведическую тоже она очень хорошо знает но по ней она официально не специализируется сейчас я посмотрю ребята подключилась ли анджани как отправить ей запрос как ее подключить я не очень понимаю вернее я не понимаю смогу ли я ее подключить пока она не отправила мне запрос сейчас сейчас я найду ее ребят вот нашла так надеюсь что она сейчас присоединится я не знаю ребят знакомы ли вы с таким понятием как ведическая нумерология но это потрясающе интересное что-то если в астрологии прям вот надо знать время место рождения я имею ввиду причем время вплоть до пока мой муж пошел гулять место рождения нужно знать вплоть до вернее время до минуты и даже пять минут могут иметь большое значение так анджани родная если ты меня видишь пожалуйста присоединяйся я отправил запрос но джей гордеев так в общем жду я тема безумно интересная мы будем говорить о тех вещах которые актуальны для всех а вот так посмотреть запросы нет что-то я не вижу мой анджани отправляю запрос еще раз если у вас есть вопросы относительно нумерологии хотя вы если с ней не знакомы не будете понимать пока короче мы будем говорить пока глобальных для всех актуальных вещах это время в которой мы живем а конкретно год это двадцатый год который как вы заметили наверное очень непростой этому есть определенные изменения джиотиш астрологии и нумерологии это потрясающе раскладывать почему так происходит эфир да и сохраню также ребята нумерология может нам прогнозировать да вот это назовем это астропрогноз что же произойдет в ближайшие месяц два то есть пока не закончится этот год знаете также что двадцать первый год в силу вступит не ранее февраля или по-моему даже начало марта это не то что мы а вот анджанечка вот сейчас я добавлю так я увидела что анджани мне написала я вижу только себя а вот теперь видишь и меня и себя ну все здравствуй 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 родная моя как счастлива я тебя видеть всегда это взаимно так сейчас я чуть-чуть отодвину камеру чтобы поместиться и так а ты прекрасно да все прекрасно размещено удобно все видно да все удобно да друзья да эфир сохраню я прошу извинить выключу комментарии до конца эфира а потом включу когда у вас уже будет понимание будут вопросы и вы их можете задавать анджане хорошо все пока выключаю ну что я тебя представила но хочу сделать это еще раз про тебе я сказала насколько мы близки насколько ты для меня особенный дорогой родной человек на протяжении этих девяти лет как я встретила мастера как попала к нему во шраме мы встретились наверное вот в 2012 или 2013 и мы сразу просто вцепились друг в друга как будто знали тысячу лет не могли перестать обнимать друг друга и уже не расставались и уже не расставались да да как ты думаешь чем это объясняется и да вот с этого и начнем с этого и начнем а начнем с самого волшебного то что есть у нас внутри у каждого человека это ощущение чувства которое невозможно не входит ни в какие размышления логические то что человек чувствует и чувствует каждой клеточкой своего существа всей своей душой это всегда правильно это и есть подсказки наши что нас окружает удивительный мир который мы видим он красив безусловно но как же красив наш внутренний мир как же красиво это чувствование это очень важный момент мы же не анализируем когда мы любим кого-то да и и слава богу нам хочется закрыть глаза нам хочется прижаться и просто чувствовать вот об этой интуиции можно говорить можно подсказки какие-то иметь мы сегодня будем говорить о подсказках ведической нумерологии как удивительной науке самосовершенствование подсказок этих и конечно же наша встреча она была волшебная как и все волшебные встречи которые нам посылаются сверху и я очень благодарна нашей встрече то что теперь мы смогли прийти к такому сотрудничеству чтобы поделиться этими знаниями поделиться этим богатством со всеми это удивительный подарок я очень благодарна тебе родная а я тебе расскажи пожалуйста что вообще такое за явление ведической нумерологии потому что наверняка многие из тех кто нас слушает и смотрит незнакомы астрология это понятно да это расположение планет в момент рождения которые оказывают на нас определенное влияние на протяжении нашей жизни а вот нумерологии как и в чем ее отличие от той же ведической астрологии вот я расскажу такой момент что на самом деле есть много различных систем нумерологических много и потому что числа нас окружают всю нашу жизнь во всех культурах они есть да поэтому древние они заметили заметили давно что числа не просто числа они несут какую-то информацию поэтому любая нумерологическая система она может много рассказать о человеке ведь наша дата рождения она состоит из чисел а в за каждый за каждым числом стоит его сила стоит его слабость и так устроен тоже наш мир вот ведическая нумерология она ведет человека еще в большую глубину какую глубина чем интересно ведической нумерологии во-первых она подсоединяет человека к таким удивительным сакральным знанием мудрости как веды веданта и веды ведические знания пришли сквозь века очень много русско многим русскоговорящим людям они пришлись по сердцу потому что все той же самой интуиции мы чувствуем что ответы если мы их задаем мирозданию то они приходят с большой глубиной через ведические знания ведические знания которые принесли миру всему понятие йоги айурведе о таких ведических глубинных возможностях люди знали не все а сейчас мы живем мы поговорим об этом очень интересном периоде когда есть возможность напомниться этими знаниями ведическая нумерология часть такая маленькая часть но маленького ничего нет в ведах всегда что-то очень глубинное просто насколько мы можем воспринять эту глубину насколько наш ум готов вот к этим знаниям и потом еще к применению этих знаний это другая история и так ведическая нумерология она дает возможность войти в глубину нашего собственного мира который мы всю жизнь познаем через дату рождения то есть дата рождения это число рождения наше и за ним тоже оказывается стоит не просто информация а планета у планеты есть свои качества вот тут-то нумерология ведическая в полной гармонии с астрологией ведической которая называется джиотиш на санскрите джиотиш это свет когда мы думаем как бы живем как живется и знаний нет то не просто жить а вот когда мы начинаем знания какие-то искать и астрологии и нумерологии ведические нам показывают возможности узнать все больше и больше о себе но астрология ведическая она берет в расчет ту же самую дату рождения также берет момент время рождения но она не берет в расчет например имя а вот нумерологии да это я хотела особенно отметить да 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 например да и и у нас даже с тобой была идея привести как пример моё имя потому что от рождения мне дали имя сатаней а потом я его сократила в силу обстоятельств потому что когда я приехала в москву было невозможно себя называть сатаней люди просто крестились это имя их пугало я себя случайно назвала из общих всех вариантов сати и ты мне еще много лет назад делала консультацию все расписывала и так я была удивлена я была просто потрясена насколько точно ты попала рассказав какие судьбоносные вещи мне давала изменения изменения и какие изменения пришли с именем сати ну тут уже тут мы можем это привести как бы не сильно интимного чего-то не рассказывать хотя как бы все все понятно потому что оказывается каждая буква она соотносится к определенной планете да и определенной цифре это так интересно расскажи родная как это на как ну на том же примере моих двух имен можешь это показать хорошо итак вот в ведической нумерологии мы берем как возможности развития три основных фактора день рождения это число характера мы рождаемся в день рождения и каждый год его празднуем значит за каждым числом рождения стоит планета и ведическая нумерология говорит о том что все планеты влияют на нас влияют они на нас различным образом но когда человек начинает работать над собой и желает идти на трансформацию а жизнь здесь нас все время заставляет идти на трансформацию не мытьем так катанем говорят но желательно когда мы сами имеем вкус вот такой вкус к счастью к развитию потому что жизнь это развитие и вот в имени которое мы получаем в начале мы получаем это имя от родителей которые тоже иногда дают нам либо интуиции ох уж вот эта самая интуиция она может подарить через интуицию мамы которая носит девять месяцев под сердцем своего ребенка то имя которое пойдет как прекрасный наряд подойдет ребеночку а потом и взрослому человеку потому что имя может изгармонизировать жизнь и внутренний мир человека либо принести ему достаточно много хлопот скажем так потому что третье третья величина это число судьбы число судьбы когда мы складываем все числа которые у нас есть в дате рождения это получается мы тоже отдельно поговорим о числе дня рождения число характера число жизни и вот между ними вот такой мостик или постоянная величина которая присутствует в нашей жизни наше имя то есть когда мама дает имя ребенку хорошо если она слушает свою интуицию ведические знания говорят что перед тем как прийти душа ребенка выбирает своих родителей и выбирает душа своих родителей только для одного конкретного задания для развития ведь если мы понимаем что мы приходим сюда для развития духовного а мир там материальный и здесь очень многие забывают об этом духовном развитии но это школа жизни и в школе нас разбудят то есть мы придем когда-нибудь к такой точке понимания что-то быть может что-то поменять надо в себе а когда мы меняем что-то в себе меняется зеркальное отражение мира внешнего и вот имя человека если мама послушала не родственников которые например говорят лучше дать в честь там дедов прабабушек какие-то имена а тут ум быть может начинает у мамы сомневаться но если она слушает себя очень часто родители дают подходящее имя которое помогает пройти судьбу свою и улучшить свой характер и быть в гармонии а не в раздрае самим себе вот этот момент очень-очень важный значит твое имя которое когда-то я делала вот я сейчас посчитала имя сатаней оно давало два числа двоечку и четверку что такое двоечка вот мы будем приходить к числам если единичка это солнце солнечная энергия двоечка это луна а вот четверка в твоем имени сатаней это лунный узел это дает как бы плащ вот такой обертывающий человека и дающий фильтры восприятия мира через это число в данном случае два и четыре так как мы складываем всегда до конечного числа в нашей дате рождения все числа дает это шестерку шестерка что дает нам дает очень красивую планету Венеру Венера это женская Венера она дает женскую планету и с одной стороны здесь очень интересно мир устроен всегда будет подарок и всегда будет что-то что взамен да как бы уравновешивание плюсов и минусов так вот как женская планета обладательница имени Венерианского Венера это дает красоту просто физическую даже красоту это дополнительный подарок женщине если она носит такое имя красивое если оно совпадает с числом как у тебя два твоё число характера или число предыдущей кармы как интересно оказывается когда мы празднуем свой день рождения мы соприкасаемся со своей внутренней силой или со своими слабостями а число имени оно либо поддерживает нашу слабость либо поддерживает нашу силу например в твоём сочетании два и шесть это числа они в большой гармонии они в хорошей гармонии находятся помимо этого двоечка это луна женская энергия для женщины это подарок с одной стороны когда два и шесть вместе очень много женственности а очень много внешней красоты может быть и уж тут невозможно не заметить твою красоту внешнюю а потом приходит ещё и внутренняя вот когда внутренняя красота когда она светится через глаза когда каждый может соприкоснуться с внутренней красотой вот тогда можно сказать что подарки которые подарены нам числом рождения или имя именем данным родителей вот это мы проработали что-то но когда мы получаем ещё имя которое даёт очень сильный раздрай потому что в имени сатаней есть четвёрочка четвёрочка это лунный узел Раху Раху планета которая может давать затмение нам потому что это узел который затмевает солнце затмевает луну и у нас бывает от лунных узлов вот от этих иллюзий иллюзий страхи сопротивления большие и нежелание увидеть реальность не потому что мы такие плохие а просто потому что если не работает человек над собой то эти узлы без работы над собой они дают затмение солнцу луне и нашему уму и вот как интересно то есть набиваем мы шишек потому что ну говорят ну затмение зашло я же не знаю что это на меня нашло прямо вот непонятно но как бы затмение нашло не знаю что это я такое наделал или наделала и вот эти лунные узлы они зато сподвигают человеку когда на нас столько кирпичей уже навалится и мы тогда начинаем что-то понимать что-то может не то со мной вот тут начинается интересный момент потому что все слабости они готовы к тому чтобы трансформироваться как если у нас есть внутренняя готовность и желание и вот такой момент интересный когда мы меняем свое имя и меняем фамилию до фамилии еще можем дойти сейчас пока мы на имени когда складываются обстоятельства мы знаем такое что люди меняют свои имена в каких обстоятельствах различных иногда интуитивно да вот не нравится человеку что его зовут я не знаю Светлана она себя чувствует комфортно совершенно каким-то другим именем ну бывают такие случаи да чувствовать себя да ну есть же такое и вот когда это нас становится настойчивой идеей если человек меняет вот как он чувствует своей интуиции той самой интуиции которая нам подсказки дает через наших светлых помощников ангелы хранителей есть такие всегда для всех для нас если мы чувствуем этой интуиции что может быть вопреки всему вот чувствуем и все почему бы нет можно поменять но если вам подскажет еще специалист в этой области он может вам подсказать что какие имена могут дать вам гармонию чтобы быть в гармонии с вашей судьбой потому что вот этот момент очень интересен вот тут мы не можем не увидеть что во многих традициях духовных люди пришедшие из мира миряне приходят на духовный путь и во практически во многих конфессиях в глубинных таких испытаниях если человек приходил в монастырь он получал посвящение в христианстве нового имени когда то да потому что все все монахи так или иначе почти никого не оставляют с этим именем например он пришел Алексеем а мы дали имя отец Тихон например и в индуизме однозначно дают новые имена а в исламе тоже дают при посвящении имя это очень не распространено то есть о чем это говорит вот это говорит о том что начинается могучие изменения возможности более расширенные для трансформации себя все время себя начинаем и собой заканчиваем потому что начинаем работать над своим миром а имя влияет на нас это как мантра которую мы слышим всю свою жизнь то есть все ольги будут откликаться если бы кто-нибудь позовет слух и произнесет это имя все Екатерины все Ирины то есть за каждым именем идет определенная информация но вот когда идет изменение имени для для духовного поприща когда идет посвящение в духовное имя вот тут вот происходит очень волшебный момент потому что тот кто дает то есть наставники духовные мастера высокие высокого уровня священнослужители у которых есть ясное видение вот для этой конкретной души что это конкретное имя поможет ему выйти на другой уровень развития вот тут начинаются волшебства потому что внутренне можно я расскажу можно я расскажу случай связанный с нашим с тобой духовным учителем и с именем я ведь поменяла свое имя при рождении сатаней на сати не от нечего делать я была вынуждена потому что как я сказала приехав в Москву из своей малой родины Кабардино-Балкарии я представлялась говорила сатаней и люди крестились потому что это православная Москва православная страна восприятие да восприятие это как призыв к действиям а я тоже крестию когда я его вижу сейчас да и правильно делал а ты сейчас крестишь скажи Господь как мне повезло Господи как мне повезло какой я счастливый привет дед родной привет так вот так вот я была вынуждена я выбралась из всех вариаций сати это было примерно в 2000-2001 году и я знать не знала ничего про это имя прошло почти 12 лет я встречаю уже моего гуру Парамахамса Вишвананду это было произошло в 2012 и я помню когда я спросила его примешь ли ты меня в ученики когда я уже ну своим сердцем узнала что это он мой гуру он сказал да приму и поскольку я знала что когда мастер принимает ученика он дает ему новое имя духовное я тут же его догнала говорю а духовное имя дашь ли ты мне духовное имя на что он так вот так хитро так вот так с таким с таким с озаринкой ты знаешь этот его взгляд посмотрит а тебя как зовут я говорю Сати он такой это хорошее для тебя имя ты будешь Сати после чего я обалдела села и у меня здесь пазл сложился ты представляешь как меня вот жизнь судьба Господь Бог вели что за 12 лет до встречи с учителем я типа сама типа случайно взяла и поменяла свое имя на то которое мне должно было достаться от мастера спустя 12 лет понимаешь как это интересно это поразительно это поразительно это чудеса это поразительно вот я хочу сказать что посчитав твое имя в свое время значит безусловно оба имени начинаются с очень радостной солнечной буквы то есть даже первая буква она влияет совершенно четко на наш склад ума опять же имя которое есть на нейронных связях на нейронном уровне человек записывает 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 определенную информацию которая идет от вибрации того или иного имени и когда идет смена имени то программы внутри начинают меняться то есть если имя которое дает мастер и если такая благодать и милость приходит к человеку то это безусловный подарок вот в твоем случае когда я давно считала а сейчас я просто быстренько пересчитала его имя сатаней оно с первой буквы это буквочка единица в любом случае единица это солнышко то есть это лидерские качества лидерские замашки лидерские желания то есть развить эту силу солнцу быть самодостаточной в хороших своих проявлениях солнце тоже может быть в различных проявлениях благости страсти или невежестве много солнца оно сжигает да даже можно взглядом гордыня гордыня тоже может быть нашей или огромным количеством солнечной энергии это прекрасная энергия это сила огня это сила духа это сила внутреннего огня это сила солнышка это сила умеренно умеренности когда дать много энергии кому-то когда не надо передать потому что сжечь можно огнем то есть каждое число оно тоже может быть в различных проявлениях но в принципе это очень благостная энергия солнышко мы все любим и все к солнышку бегут когда человек приходит он может озарить своим солнечным светом всех присутствующих и вот в обоих именах безусловно первая буква но если в сатане вот мы начали говорить два лунных узла когда много луны то солнце может спасать потому что луна может быть это сила ума это ум интеллект безусловнейший но при этом очень смена погоды в голове луна бывает светлая бывает темная у женщин на нас луна очень сильно влияет на циклы на состояние ума на уровень гормонов наших и вот если шестерочка она была в своих проявлениях как тоже мир красоты эстетики наслаждение миром жизнью но также Венера может привозить человека к излишним желаниям наслаждаться а если в этом мире только наслаждаться то иногда кирпичи начинают падать на голову или лампы разбиваться или что-нибудь подобное чтобы человека разбудить для исследования иных качеств грани своего характера и несмотря на обуславливающие какие-то информации в имени идти к возможностям развития потому что если люди не сменяют свое имя что же теперь им делать все возможно тоже эту же планету но развивать и ее гармонизировать так вот имя сати которое тебе дал наш учитель это уже вот другая история совершенно это поразительно значит есть в имени сати во-первых легенда что это было воплощение божественной матери божественных энергий которое пришло на землю и это была возлюбленная господа шивы очень многие в России смотрят фильмы знают и любят тоже ведически сейчас духовные фильмы очень много можно их посмотреть и в фильмы бог богов бог богов бог богов махаде девонки дев махаде мы видим красавицу сати которая встречается с господом шивой и идет во имя его только таким солнечным путем своей души, и она входит в огонь, чтобы защитить славу своего мужа, честь своего мужа, а значит и свою честь. И имя сати, оно в Индии очень считается благостным, и даже мы живем не в индийской культуре, но это имя, оно дает в конце вибрации 13, когда мы их сокращаем до середин, 1,3, это солнышко, плюс энергии троечки, благостной, удивительной, могучей планеты, называемой Юпитер, или гуру на санскрите, языке космическом, языке богов, божественный язык, санскрит, очень многие послания кратко иногда до нас доносят. Так вот, солнце в сати и единичка, и троечка, Юпитер, дают благостное сочетание четверки, и возможность этого лунного затмения полностью уйти на расширение безграничных возможностей саморазвития как личности и самопознания как души, которая проходит здесь опыт в материальном мире. То есть сати меняет полностью всё. Спасибо тебе за такой удивительный пример, но я думаю, всё как-то обо мне и обо мне, в смысле, это мы взяли пример, безусловно, это не потому что... Мы взяли пример, как меняется. Пример, и подытоживая, здесь хочу повторить твои слова, что если человек чувствует, что ему нужно поменять имя, может быть, это не зря, и если он чувствует, но хочет удостовериться, тогда замечательно было бы посоветоваться со специалистом, а именно и лучше всего с джойтиш, или ведическим нумерологом, который бы, может быть, подтвердил, что, да, действительно, тебе это имя лучше, или наоборот, тебе не стоит этого делать. Это то, что касается имени. Я очень хочу спросить того, что касается нас всех, этого очень непростого года, который подходит к концу, и мы с тобой сегодня пораньше говорили по телефону, и ты сказал о том, что по астропрогнозу нам ещё вот что-то такое грядёт, буквально в ближайшие дни и декабрь какой-то такой непростой нас ожидает. И потом, если можешь, пожалуйста, расскажи про 2021 год, да, куда мы входим, что нас ждёт. Вот это всё, я думаю, всем будет интересно и уверенно полезно. Конечно. Заканчивая тему об имени, наверное, хотелось добавить бы, что я всегда очень радуюсь, когда я могу быть полезной, давая советы не свои, не из своей головы, родителям, которые, например, в конце беременности мамочка может чувствовать, какое-то имя идёт, а, например, папа говорит, нет-нет, мне это не подходит. И вот мама должна всегда слушать себя. Бывают, обращаются ко мне пары, где ждут ребёнка, и вот то, что приходит им в ум или интуитивно, я могу тут подсказать, какое имя будет и всех имя выбранных, потому что это судьба их ребёнка, это карма судьба их и рода, и семьи, я могу подсказать, какое имя для ребёнка подходит. Ну и, конечно же, деткам, которые несут уже имена, есть возможность понять для родителей, это большая польза, какие же удивительные детки у них под боком. Иногда имя, которое они дали, а родители даже не в курсе, что у них тут такие удивительные ангелы, помогающие им развиваться. Поэтому вот подумайте, что для своих детей и на будущее можно выбрать имя гармоничное, гармонизируя его судьбу, и когда уже выбрали имя, как помочь гармонизировать ребёнку, зная его плюсы и его слабости. Вот такой момент по имени. Теперь переходим вот в этот момент, всем для нас это актуально, всем для нас интересно, понимание, что же происходит в мире. Конечно же, необходимо понимание, что вот маленькая планета Земля это частичка огромного мироздания. И что есть на планету Землю влияют огромное количество сил, это и девять планет, девять планетарных сил, которые мы иногда ощущаем, иногда нет. Но когда Солнце приходит, мы все чувствуем, Луна и затмения лунные мы тоже ощущаем, и полную Луну мы ощущаем, идёт влияние на нас планетарное всегда, это аспекты, божественные аспекты. Как влияют планеты, это как бы метеосводка. Вот идёт дождь, и мы, когда идёт дождь, ну зонтик, одеваемся соответственно. Когда Солнце, мы раздеваемся, исходя из сезонов, чтобы погреться. Когда идёт астрологические изменения, идут, мы тоже понимаем, мы до конца или нет, но мы не можем не видеть этого влияния. И на грандиозном уровне сменяются огромные циклы, ведические циклы. Это как четыре сезона на Земле, они называются юги. Эти циклы до такой степени грандиозны, что мы не можем понять умом, не объять, не охватить эти четыре сезона. Это здесь у нас зима, осень, и лето, и весна, а космические циклы тоже на нас влияют. То есть на нас влияет, и это нужно иметь понимание, брать в расчёт, что идёт цикл юги или кали-юги. Для многих исследователей, благодаря ведическим знаниям, есть понимание об этом, что это цикл невежества. Но этот цикл невежества начался много тысяч лет назад, пять тысяч лет назад, но в тех же йогических и ведических книгах, знаниях, провидцы ведические, они знали, что придёт время, которое проживаем мы сейчас, и это поразительное время. Вот несмотря на огромный этот цикл времени, который начался всего пять тысяч лет назад, и будет продолжаться четыреста с чем-то тысяч, для нас, для ума человека это невозможно обхватить. И не надо. Надо ухватывать интересный момент, нами понимаемый, что эти ведические мудрецы, провидцы сказали, что вот несмотря на то, что будет то, что мы видим за окном, тот тупик, в который общество материалистов загнало себя, тот тупик, в котором кризис, который проживает сейчас острое человечество, кризисов было уже очень много. Если мы честно взглянем, да, то происходит очень много изменений и климатических, и на государственном уровне, то есть век невежества, он идет, мы помним только войны, мы видим, что не так уж большого количества людей есть желание пойти в глубину себя, что очень много людей живет в эту эпоху только эгоистичными материальными и материалистическими желаниями, которые ведут человека через материальное счастье в тупик. вот пришли уже. Но те же самые мудрецы сказали, что именно в этот период, в котором мы проживаем сейчас, будет золотое вкрапление знаний. Опять планета Юпитер, мы к ней вернемся. Вкрапление знаний, света знаний, то есть те, кто сейчас ищет знаний и хочет их применить на практике, пройдут все кризисы, и мы проходим эти кризисы, но как? Есть послевкусие, после каждого события. Так вот, сейчас это золотое вкрапление знаний, которое обозначено мудрецами, или же западные астрологи называют его золотой век, и мудрецы говорят, очень многие в своих предсказаниях, пророчествах, что золотой век, он безусловно уже мы прямо на пороге, мы его уже проживаем, кажется, что такой хаосу никакого золота не видно, потому что золото ассоциируется с красотой, и кажется, что ничего не видно, но астрологи неведически называют это эпоха водолея, видите, какое эпохальное событие, то есть мы проживаем на стыке изменения парадигмы человечества, это огромные глобальные изменения, так как идет, уходит огромный цикл развития, развитие идет по спирали, никаких концов века пока тут не предвидено, потому что всегда заканчивается что-либо, и начинается по спирали новое развитие, так вот сейчас идет монастыки этих огромных глобальных изменений, эпоха водолея, она началась официально в 2012 году, тогда, когда говорили многие, что будет что-то страшное, конец света будет, кто-то прям бункеры строил, пытались спрятаться под землей, запасы делали, соли, свечей, ну в общем по-разному реагируют люди, но ведических этих знаний глубоких, так же как в календаре майя, майянском календаре, очень много было сказано о 2012 годе, который все-таки принес и свои изменения, не так видимые, как сейчас мы видим в 2020 году, но изменения эпохальные, они все-таки здесь, мы их проживаем, и они начались уже, вся подготовка предыдущего века, то есть представляете, как интересно, мы празднуем новый год, а если смотреть с огромной, вот подняться как орел над всем, парить и смотреть, что там происходит на планете маленькая земля, то происходит очень много изменений, век водолея, это век водолея трансформатора, и для тех людей, которые идут на поиск знаний, так как интуиция им подсказывает, ведические знания говорят о вкраплении знаний, то есть означает, что не все в эту эпоху разрушения и невежества будут искать знания, и мы не можем это не видеть, кого-то это интересует, а кто-то живет на небольшом неинтересном уровне для развития человека, живет практически как рафинированное животное, потому что лишь бы наслаждаться тем, что можно заработать деньги и на эти материальные блага что-то заработать и временно понаслаждаться, вот это вкус материального счастья, а оно очень лимитированное, а вот вкус духовный, это уже интересно, это более глубинный, поэтому для тех, кто сейчас идет этим путем и чувствует, что его ведут, что он не один, что мы ведомы высшей силой, неважно какая конфессия, неважно кто, как проживает свои внутренние духовные потребности, духовность это свобода, как вы чувствуете, так вы можете идти этим путем, но век водолея трансформатора касается всех, водолей вступил в свои права на две тысячи лет, золотое вкрапление знаний говорит нам о том, что золотой век будет здесь устанавливаться не сразу, а где-то на десять тысяч лет, опять нам такие непонятные для нашего ума величины, но что мы можем делать конкретно, прямо теперь и сейчас почувствовать, что вкус к счастью, который мы испытываем, а я уверена, что те, кто слушает нас сегодня, значит, есть этот вкус к счастью духовному, что еще не убежали от экрана, что слушают, значит, планета Юпитер, которая, планета мудрости, поиска знаний и желание развиваться, желание уходить из затмения, а открыть, уйти, прийти к силе развлечения, а значит, мудрости, значит, это все для вас, то есть просто хочется поздравить всех вас, всех нас, что мы на правильном пути. 2020 год, год, о котором говорили даже наши ученые, трактуя библейские пророчества, где было написано, что не все умрете, но все изменитесь. Вот это, когда была подготовка к 2012 году, и я наблюдала, как многие русские, российские, вернее, ученые говорили о том, что, ну, ребята, вот то, что написано в Библии, оно происходит, они наблюдали за вспышками и за активностью Солнца, они видели, что в 2012 году резонанс Шумана, так называемый, это константа, постоянная величина, которая была 7,8 Гц, в 2012 году она изменилась, и она начала нарастать, то есть, что конкретно происходит в век водолея, трансформатора, происходит сжатие времени, ну, я думаю, что вы не можете не увидеть, что сейчас день стал короче, интенсивность событий, идет по нарастанию, сжатое время, мы ничего не успеваем, но у нас жизнь, судьба, и вот 2020 год с двумя нулями заставляет, да, заставляет выйти главному, основному, уйти от наносного, легкомысленного, потому что мы прямо вот в этой точке, о которой говорилось, все не умрете, но все изменитесь, потому что в век водолея, который пришел изменить умы, изменить умонастроение не на один год, а на новую эпоху, в век водолея будет длиться две тысячи лет, и есть у нас все время, значит, чтобы развивать в себе новые качества, новое сознание, к этому готовили очень для многих дорогие, близкие такие персонажи духовные, как Николай и Елена Рерих, посмотрите, когда они дали Агни-йогу, Агни-йогу, которая называлась учение новой этики, то есть даже век назад те возвышенные души, которые приходили и помогали людям пойти духовным путем, казалось бы, ведь не все же читали Рерихов, не все были незаинтересованы, но кто-то уходит с планеты, не оставив после себя и следа, а высокие души, которые живут вовсе не всегда очень легким путем, если кто-то знает судьбы Рерихов, вы знаете, какой непростой был путь у них, у этих мастеров духовных, сколько людей были ведомы этими знаниями, они тогда уже говорили, что будут изменения, имеющие уши услышат, и вот сейчас эти изменения, мы прямо в пике их, значит, 2020 год это год по ведической нумерологии, обнуление двойного, два нуля, предыдущий сценарий был в 2002 году, это тоже был високосный год, високосный год очень много уходит просто физически с арены жизни, люди уходят, значит, ведические знания нам говорят, что мы приходим и уходим, и для нашей души атмы, что есть истинное я, высшее наше я, это смена этих декораций, скажем так, пришли и ушли, чему научились, что взяли с собой, то, что мы не можем взять с собой ничего материального, если мы это поняли, что мы приходим в этот мир с пустыми руками, и мы уходим из этого мира с пустыми руками, то это уже наша мудрость, но вот в этот год многое нужно отпустить, а перейти через свои страхи, потому что ноль это конкретное, ну вот нету ничего, пусто, на что мы опирались, исходя из нашего мировоззрения, а нам нужно выйти за пределы его, потому что 2 и 2, луна, и еще раз луна, двойственное восприятие жизни, двойственное, как же мы в этом привыкли мыслить только определенными жесткими категориями, как научили нас родители, общество, и никто в этом не виноват, сейчас все общество, планета в эпохе Водолея идет на новый уровень, делает квантовый скачок, кто как может, кто через потери материальные, но понимает, что как-то оказывается, можно жить и без них, кто-то вцепился такой жесткой хваткой, только за видимое, понятное, а жизнь будет показывать, да отпусти ты, то, что нужно, уйдет, то, что необходимо, придет, то есть это на самом деле очень поразительный год, когда можно остаться на каком-то уровне с обнулением конкретно пусто, но что-то новое, быть может, придет, вселенная не терпит пустоты, закрывается дверь, открывается много форточек сейчас, для тех, кто идет путем доверия, это непростой путь, для ума это очень сложный путь, но вот эпоха Водолеи никуда от нее не деться, все тайное становится явным, посмотрите вокруг, сколько много всего интересного, очень много новых знаний. Знаешь, я вот хочу, не могу не отметить, хотя стараюсь в это глубоко не влезать, и ты, я знаю, не увлекаешься этим про теории заговора, про то, что сейчас происходит, вот это там теория заговора про золотой миллиард, теория заговора про этот вирус, коронавирус, который был специально разработан, что чуть ли не там не какое-то тайное правительство, дело в том, что это все правда, и ты это знаешь, ты одна из самых первых, кто об этом говорил, и кто об этом никогда не молчит, но я к тому, что об этом на это педалировать сейчас смысла нет, абсолютно, потому что там, где наше внимание, туда мы отправляем нашу силу, зачем нам давать вот туда силу, а лучше направить в себя, в свой путь, в свой рост, в свое самопознание, самосовершенствование, но я к тому, когда ты сказала, что это год обнуляющий, обнажающий, когда все тайное становится явным, и я не могу не отметить, что в этом году бесстрашно об этом всем стали говорить довольно крупные деятели различных сфер, таких как Михалков, говорить о том, что... Осмелились. Да, осмелились люди говорить об этом, и я восхищена этим, то есть, поскольку я не от политики, геополитика, вот этого всего далека, даже не стараюсь туда не лезть, я как бы делаю свое маленькое дело на своем маленьком поприще, так я мыслю, но я очень хочу отметить это, и хотела вот, чтобы и ты, может быть, сказала о том, почему же так, да, вот, неужели вот этот год настолько особенный, что даже для этого он дал, вот такое, что терять уже нечего, да, вот, или бесстрашие какое-то, или какое-то такое время, что сейчас вот людям надо прям принять решение, чтобы вот не жить в этих дебильных очках, шором, шором, а понимать, что, алло, Вася, ты там либо спишь и видишь свой дебильный сон, или ты просыпаешься, там, пашешь, как Папа Карло, и ты чего-то там достигаешь, ты выходишь из этой системы, из этой игры, перестаешь быть рабом лампы, или еще что-то, расскажи об этом. Совершенно верно, потому что этот год, вот та же четверочка, если мы складываем два и два, и получается четверочка с двумя нулями, всегда есть рабу, очень потрясающая планета, когда человек переходит через четыре угла, которые загоняют его в угол, во внутреннюю тюрьму, и, наконец, он эти шоры свои открывает, осмеливается быть тем, кто он есть, и когда душа вопит, кричит, и интуиция подсказывает, ты не можешь больше молчать, ты не можешь больше обманывать самого себя, вот тут, когда человек выходит за пределы этих навязанных обществом, не рамок приличия, потому что иногда и рамки приличия, например, в этом обществе, которое больно, они нездоровые, и когда человек чувствует свою силу, что, не боясь уже ничего, он выходит за рамки этого, идет уже нелимитированные возможности как его развитие, потому что ведь этот человек осмелился быть честным, этот человек осмелился правдивым, этот человек, прожив свои испытания в своей тюрьме, потому что здесь все проживают, и как тяжело бывает, когда наши иллюзии рушатся, иллюзии, когда мы думали одно, оказывается, жизнь показывает другое, но когда человек осмеливается перейти через свои страхи, идти своим путем, идти так, как он чувствует внутри, все двери открываются ему, все возможности открываются для него, я не могу не привести все-таки твою деятельность в твоей профессии, это такой наглядный пример для многих, потому что тот период, когда ты проживала и жила, как тебе казалось на тот момент, что было все классно, было все здорово, но ты же не видела какие возможности за этим, разве ты могла себе представить, что в твоей жизни ты будешь когда-либо преподавателем по йоге, что когда-то ты придешь, ты по сравнению с собою обнулившись, а у тебя есть нолик в числе рождения, это десяточка активная, месяц, это и есть тот нолик, когда человек просто обнуляется ко всему тому, что предыдущие были привязки или страхи и осмеливается идти, прыгнуть куда-то в неизвестность, потому что против страха единственная есть панацея сделать три или семь шагов навстречу страху. И все тогда идет по божественному сценарию, потому что осмелившись быть самим собою, я думаю, что качество твоей жизни сейчас совсем другое, потому что ты осмелилась идти своим путем, таким парадоксальным и неприемлемым для рамок шоу-бизнеса, но ты же пошла своим путем, и поэтому оно для многих было парадоксальным, оно для многих было неприемлемым, а ты слушала себя и свой голос совести и тоже осмелилась идти вперед, потому что иначе ты бы не выжила, потому что счастья нету в материальном мире, а вот когда эту интуицию мы слушаем, то сейчас век водолея осмеливаются идти за рамки, наложенные страхами обществом, да, тем же самым правительством, многие журналисты, сколько журналистов теперь начинают говорить правду, они могут, они рискуют и теряют, быть может, свои места, а многие лишаются жизни, я смотрела за все эти годы, как многие люди, которые раньше пытались доносить правду, но их просто ликвидировали, те врачи, которые говорили, что спида нет, что это выдуманный спида нет, что это все, нет, что это разработанное в лабораториях, что это против человечества, что идет геноцид человечества, что да, есть это все, в лабораториях сделали это, но, тем не менее, век водолея, во-первых, есть такие понимания, что альтернативная медицина придет в силу, и в России, которая находится под влиянием водолея, тат-татам, это очень интересный момент, каждая страна находится под влиянием определенного знака зодиака, и водолей в России, это не просто так идет огромное расширение возможностей духовных в России, так, как каждый чувствует, но водолеи это альтернативная медицина, содружество в России альтернативной медицины, и понимание того, что классическая медицина химикатами только лечит, не причину, как альтернативная, медицина ищет возможности излечить эту причину, это тоже энергия, и в России это очень развито, что здоровое тело будет тогда, если здоровый дух есть, а где поговорка, ни в одной стране такого нет, а это русский богатый язык, поэтому лечим душу, лечим тело, излечиваем, излечиваем сознание, излечиваем все, что проявляет тело физическое, в России это очень развито, это энергии водолея, которые будут тоже распространяться по всей планете, и качество, вот я написала тоже, новой эпохи, качество самой лучшей водолея, это альтруизм, это понимание другого, это не эгоизм, все для себя, а один за всех, все за одного, мушкетеров, помните, да, девиз такой был, вот сос, да, кооперация, помощь друг другу, гармония во взаимоотношениях, что не обязательно все оплачивать деньгами, деньги это энергия, которую в принципе люди вознесли сейчас до небес, и неправильное к ней нездоровое отношение, а здоровое отношение, что это должен быть энергообмен, но что он должен протекать, и что вот сейчас век водолея, даже тогда для людей, которые идут путем духа, открываются для людей таких огромные возможности, все будет возможно, перейдешь через свои страхи, значит, вот этот энергообмен, эта кооперация, энергия между людьми, которые будут находить вот этот обмен, даже на профессиональном уровне, что все становится возможным, энергии сострадания, сопричастия, вот этой кооперации, этого сотрудничества, это энергия водолея, и понимание очень глубокое, которое древние мудрецы когда-то сказали, что мир – единая семья, представь, вот эти энергии, Васудейва Кутумбаха, Букутумбаха на санскрите мир – единая семья, и мир движется, эпоха водолея все делает, он реформатор, он революционер, то есть живого кусочка не оставит, камня на камне не оставит, все, к лучшему идем, то есть надо брать сейчас только самое лучшее, этот год заканчивается, да, четверка, где, может, очень многие проявили очень много усилий, работы, а результатов ноль, не надо об этом переживать, если вы не привязаны к результату, потому что энергии водолея хочется послужить, это желание души, энергия личности, эго нашего ума, только получить, а энергии души хочется дать, послужить, и не привязки к результату, и какие-то блага могут прийти. Родная, ты говорила, что буквально 20 ноября ожидается какой-то транзит, что-то там опять какое-то произойдет, ну, что-то такое непростое, планетарное, расскажи, что это будет. Метеосводка, это очень интересный момент, то есть, когда мы узнаем, что идет дождь или солнце, как одеться, ну, в принципе, астрологическая сводка, климат, он влияет на людей очень сильно, особенно на тех, негативно может повлиять, если люди зациклены на материальном счастье и на негативе, то есть, опять же, мы знаем, что происходит в мире, но мы переставляем акцент на то интересное, что этот непростой период нам дает. Так и тут, астрологи, практически все астрологи, которых науки джиотиш, я их всех очень люблю, всех очень уважаю, ведь нумерология только скромная часть этой науки, свет знаний, безусловно, они дают такую метеосводку, что она имеет место быть. Но позитивный момент, сейчас я расскажу, речь идет о том, что 20 ноября, и вот астрологи нам говорят, откройте зонтики или что-нибудь сделайте, потому что идет непростой период. Но духовные знания как раз и говорят, какой лучше, какую соломку подстелить, не просто как-то лечь и отдохнуть, а как интересно поработать над собой, что период, когда сейчас планета Юпитер, могучая, огромная, теплая планета, она очень большая, на санскрите переводится тяжелый, и название этой планеты Гуру, у нее есть и второе название, Брихаспати, но планета Гуру это мудрец, планета Гуру это мудрец, поэтому мудрые ищут мудрого наставника, ищут мудрого мастера, ищут настоящего Гуру, чтобы этот мудрый наставник смог дать свет знаний и протянуть свое сердце, свои руки, всю свою любовь, чтобы пронести тех, кто ищет мудрость через океан, через джунгли знаний, через джунгли материального мира, чем вот этим светом знаний и светом мудрости. И, безусловно, я не могу не сказать, не дать пример, как нашего с тобой прекрасного учителя и мастера Шри Свами Вишвананды, это великолепный, удивительный его портрет, который символизирует воина света, это тоже мудрый, мудрый наставник внутренний, внутренний наш Гуру, тот мудрец, который ищет знания и держит поддержку мудрецов, потому что сам человек ищет выхода, в принципе, из тупиков, но мудрый наставник протягивает свою руку и говорит, как идти силой, смотрите, какая натянутая стрела, натянутая стрела, иди к цели, поставил себе цель, не опускай руки, то есть для тех людей, которые идут на духовном путем, вашим путем, уникальным путем, который вы чувствуете, что вам подходит, не нужно бояться ничего, значит, у вас сильный Юпитер, умение слушать информацию, которая помогает нам быть мудрыми, умение делать различные, гуру отвечает за ритуалы, те, которые, опять же, вы чувствуете, что они возвышают ваше сознание, они не просто успокаивают ум, как медитация, как великая терапия, данная людям сквозь века, в любых традициях, в любых традициях мастера, гуру, гуру, также переводится, тот, который убирает слои невежества с ума учеников, поэтому это очень интимный процесс, внутренний, внутренняя потребность искать мудрого наставника, который поможет нам на пути выбраться из океана материальных джунглей, но планеты сейчас Юпитер, 20-го числа, этот мудрый наставник, он будет под жестким влиянием планеты Сатурн. Сатурн, опять Сатурн! А куда же от него деваться? Значит, Сатурн, Шани Дев, как его называют на санскрите, это прекрасная планета, это суровый учитель, а гуру считается Юпитер мягкий, добрый, лучезарный учитель, который помогает без страданий, с мудростью пройти испытания, которые душа решила до прихода сюда пройти в школе жизни, а личность забыла. Так вот, гуру помогает вспомнить о задачах души, которые мы совсем здесь забыли в этом материальном мире. Он мягко помогает, он дает удачу, а вот Шани Дев, это суровый учитель, и вот сейчас, 20-го ноября, Шани Дев, я не буду входить в астрологические подробности, но получается, что планета Юпитер, она будет в своем слабом, уязвимом положении, что будет уходить чувство разума и мудрости. Просто хочу пример дать, что люди, побежавшие за туалетной бумагой, весной все, они не были руководимы чувством мудрости, потому что Юпитер тогда тоже упал, и внутренний Юпитер, внутренний мудрец. Подожди, ты хочешь сказать, родная, ты хочешь сказать, что вот сейчас, с 20-го, Юпитер упадет примерно так же, как он сделал весной, и будет такое же умопонтемнение? Ну вот мы не знаем, потому что у кого нет силы развлечения, у них есть сила влияния затмения. Что делает гуру? Убирает знания, мы ищем знания, знания просветляют. Но поэтому, когда у людей нет знаний, они пойдут на том потенциале, если нет духовного потенциала, могут и, я не знаю, как тут мистерия жизни, как это будет проявляться. Но Юпитер в этот момент встает на несколько месяцев до конца апреля в уязвимую позицию для тех, кто не ищет знаний. То есть не все будут одинаково реагировать на подобную ситуацию. Но там есть еще эпохальные изменения. Сейчас он встал 12 лет, он не был в такой уязвимой позиции. Опять же, не для всех. Поэтому могут быть на уровне изменений целой планеты, это могут быть изменения на уровне семьи. То есть будьте внимательны, например, к членам своей семьи, потому что это общая гармония семейная и взаимопонимания. Если есть внутренний хороший гуру, если есть знания, что надо уважать близких. У женщины в карте Юпитер в ответе за взаимоотношения с ее отцом и какой выбор мужа будет потом, то есть какой выбор мужа, какой у него будет характер, это тоже зависит от взаимоотношений с детьми. Это изначально, если слабый был Юпитер, это не означает, что так всю жизнь не прожить. Это означает, что надо нарабатывать своего внутреннего мудреца. Поэтому, опять же, финансовое огромное изменение, когда гуру, это планета процветания для всех, то есть когда гуру в силе, даже если люди не знают, но общая удача, успех, которым приносят людям, которые ведомы мудрецом планеты Юпитером, гуру, он на всех на нас влияет. Могут быть большие потери капитала, могут быть неправильные, мудрости нет, люди могут в панике куда-то вкладывать деньги не туда, они могут делать неправильные решения, абсолютно быстро пришедшие в голову. Поэтому вот тут поспокойней надо, потому что Шане замедляет, он говорит поспокойней, прежде чем принять какое-то решение. Шаней, Шаней, потише, в себя внутрь войди, соединись своим внутренним мудрецом. Родная, значит ли это, что вот тот прогнозируемый финансовый мировой кризис, который намечался, да, это в принципе и финансистами прогнозируемо было, как в связи с этим странным годом и всеми этими, со всей такой ситуацией мы действительно вошли в очень серьёзный финансовый кризис, как вся планета, да, все страны. И астрологи, с кем я общалась до этого, говорили про ноябрь-декабрь, что вот в это время очень сильно заметный будет вот этот кризис, что это, что что-то вскроется, что будет вот что-то такое болезненное. Это всё об этом, потому что смотри, мы же всё-таки все живём в материальной реальности, и практически все, даже духовные люди, ну, нацеленность на деньги, она может быть патологической, нервной и здоровой. Вот поэтому деньги – это энергия, то есть благости, страсти, невежество, как всё, это состояние нашего ума. И, безусловно, на нас влияет такое количество планетарных сил, что об этом кризисе говорили. Как он будет происходить, в какой форме, я тоже понятия не имею, но главное, вот Шани – это планета, которая хочет такого мудреца у нас выработать, чтобы не было страха перед деньгами и правильное здоровое отношение к ним. Поэтому я не знаю, как этот кризис будет проявляться, в какой форме, но каким-то образом, да, в конце этого года ещё есть несколько затмений, поэтому, когда затмения приходят, тут главное своё видение мира внутреннего не потерять, светлое. Ну, не нужно ничего бояться тем людям, которые идут духовным путём. и для них внутренний и гуру, и внешний гуру, мастер, да, это в древних текстах сказано, что настоящий гуру, он поддерживает своих учеников, прямо конкретно. Значит, когда человек обращается с молитвой к Господу, к Творцу, он ведом, Творец тоже помогает внутреннего мудреца иметь правильное отношение к внешним событиям. То есть мы не знаем, как это будет проявляться, но людям на духовном пути бояться нечего. А как будет с деньгами, не знаю, посмотрим, эпоха Водолея что-нибудь придумает. Водолей, он такой выдумщик, проказник, поэтому не будет одних денег, будут другие. Мы идём конкретно на новую парадигму. Деньги, может быть, будут в другой форме. Главное, что этот период проходить с доверием к Творцу и чувствовать свою мудрость, привлекать светлых наставников к работе внешней, внешней, что происходит на внешнем плане и на внутреннем, самое главное, плане. Потому что в своих консультациях я часто даю подсказки через ангелов-хранителей и наставников. Тоже как возможность. Это не часть нумерологии ведической, но веды говорят о том, что мир очень уж красив, но невозможно не использовать все инструменты мудрости. Поэтому Юпитер у мудрых он останется мудрым. Пройдём, все эти испытания, все землетрясения, хаос, а внутренний стержень это наш внутренний мудрец. Так что пройдём, посмотрим как. Я хочу здесь добавить... Какие ещё вопросы могут быть? Да, у меня есть вопрос, но я до него хочу добавить, что мы с тобой, как учителя атмакри-йоги, знаем очень важную вещь. Тот, кто практикует атмакри-йогу, особенно некоторые из этих техник, как основная икрия, как джапа и маха-мудра, эти люди могут быть абсолютно спокойны носительно всех этих планетарных сил и вообще негативного воздействия девяти планет. Я на курсах атмакри-йоги рассказываю людям как вот одни из самых приятных, наверное, бонусов, заметных, да, это не самые высшие, но это самые заметные бонусы, которые человек сразу же получает на практикующего атмакри-йогу перестают негативно действовать планеты, потому что сжигается карма, потому что он встаёт под защиту мастеров, под защиту линии, которая парампара, да, вот преемственности, которая много тысяч лет тянется. Когда вот такие мастера берут под опеку своего нового студента или адепта йоги, тогда, конечно, человек абсолютно как у Христа за пазухой, как говорят, поэтому мы видим, как вот я этот весь удивительный год, для меня он не страшный, не стрёмный, не ужасный, я вижу, как страдают люди, но как и ты, как я, для нас он был волшебным, даже расставали с мужем на пять месяцев абсолютно не обращила, потому что этот год, он невероятный, он открыл какие-то вещи, которые по-другому, да, и это только потому, что у нас есть учитель, у нас есть практики, у нас есть путешествия вовнутрь, и это даёт нам вот такие возможности, а люди, которые только вот вовне, как ты сказала, уже не надо вовне всего этого искать, уже жизнь уже говорит, да иди ты уже внутрь, уже хватит здесь, зайди, постучись к себе во врата, свой внутренний мир открой, поэтому сейчас это обнуление идёт для того, чтобы, ведь водолей это внутренний мир человека, его богатство внутреннее, и я не говорю о том, что можно жить без денег и сидеть в Гималаях, нет, жить в этом месте, где мы живём, где не просто так, есть, нет случайностей, а есть закономерности, мы находимся там, где мы должны быть, исходя из нашей предыдущей судьбы, из предыдущих действий и намерений, это закон кармы и Сатурн, как суровый учитель, он нам возмещает прекрасные поступки, мы получаем в этот период или в другой период, а в принципе все испытания для чего, чтобы человек вошёл вглубь себя и обнаружил и стал культивировать себе наилучшие свои качества человеческие, а атмакрия, помимо всего того, что ты рассказала об этом удивительном искусстве трансформации внутреннего своего мира, глубочайшего, помимо всего, этого атмакрия даёт мудрое вот это видение жизни и эту помощь, когда святые парампора, линии учителей, линия святых, усиливается линия внутренней, связь с нашим мудрецом, то есть много-много юпитеров, много гуру, много святых, которые помогают нам перейти через эти все испытания, и аббат макрии можно говорить был отдельный эфир этому посвятить. Я думаю, мы это обязательно сделаем, а вот что бы посоветовать, вот вообще ты сказала, какие ещё вопросы, у меня два буквально вопроса, один вопрос, что посоветовать людям, у которых нет гуру, наставника, лично мне очень много таких людей пишут, ну а как, я не чувствую, или я не встретил, или я не понимаю, или же как им вот в данное время, особенно вот с 20-го, когда Юпитер войдёт в такое своё незащищённое хрупкое состояние аж до апреля, как людям укреплять, какие делать практики самостоятельно, да, будучи без гуру, без наставника, что можно безопасно самостоятельно им выполнять, когда у них нет ещё возможности делать адмакрию, потому что адмакрия безусловно, это тоже определённая степень готовности, ко всему нужно быть готовым, и всё приходит тогда в благость, когда идёт по готовности к человеку, в этот период не нужно ничего бояться, но можно много говорить о том, не бойтесь, а если страхи есть, то повышать свой уровень мудрости, то такими методами, которые вот вам подходят, это изучение каких-то мудрых книг, вы можете смотреть фильмы, которые духовные, которые поднимают ваш дух и вашу мудрость, сейчас очень много ведических сериалов, столько всего сделали подарков, переводчики послужили для России, очень много духовных фильмов, которые возвышают дух, помогают уметь всё относительно прожить, что бывали на планете, и не такие кризисы, и через всё проходил человек, и через этот пройдём, и Россия Матушка, и все те, кто идут на духовном пути, могут в этот период, наоборот, поднять свой уровень мудрости, изучайте и делайте практики, которые вы чувствуете, что подходят вам, какие-то первые азы медитаций, их сейчас огромное количество возможностей, выбор книг, которые вы делаете, изучайте духовные писание непросто самому человеку изучать, мудрый человек не может стать в одночасье мудрым, сделайте так, искусство маленьких шагов, но культивируйте в себе ваш внутренний мир, и можно сейчас много будет тренингов по изучению опять же того духовного материала, который вам подходит, дальше бережнее относитесь к членам своей семьи, потому что может упасть уровень понимания друг с другом, сотрудничество, в семье мы отрабатываем очень непростые часто уроки кармы семейной, поэтому между мужем и женой, между членами семьи, помягче, своего внутреннего мудреца включайте, терпение по Сатурну, дисциплину какую-то вы сможете сделать себе и безусловно посмотрите какое окружение у вас, окружение имеет очень большое влияние на ум и на разум, Юпитер это разум, то есть сейчас разум будет падать во всем мире и что вы можете сделать? Свой разум, свою мудрость поднимать, но теми способами, которые вам подходят, вот такой момент, и опять же не надо никуда спешить, не надо никуда спешить по финансовым моментам, прям повнимательнее, не время это сейчас делать в миллионы, потому что многие могут потерять работу и вдруг куда-то бежать и что-то, не время покупать, это не время тратить деньги, вот мудреца в себе включайте, меняйте окружение, общайтесь с мудрыми людьми, слушайте эфиры о мудрости. Спасибо. Ну и последний вопрос, а потом уже открою комментарии, поотвечаем на вопросы людей, столько, сколько успеем, у нас уже почти полтора часа, последний вопрос про 2021 год, просто я верю, что мы еще с тобой сделаем эфиров, и про это поговорим позже, но сейчас вот так вот тезисно, сжато, что у нас буквально в нескольких предложениях, или я не знаю, расскажи, пожалуйста, родная, что нас ожидает, что это за год, какой у него характер, энергии, вибрации, потому что это же пятерочка, потому что была у нас четвертая, сейчас грянет пятерочка, расскажи, пожалуйста, какой будет двадцать первый? Значит, пятерочка в ведической нумерологии это планета Меркурий, Меркурий очень удивительная планета, он в ответе за коммуникации, за быстрой коммуникации, за быстрое понимание, за интуицию тоже, что быстрые изменения, в следующем году значит, Меркурий будет проявляться, как всегда, в благости, в страсти или в невежестве, то есть, каким образом, если повезет, если Юпитер у вас благостный, ой, простите, Меркурий, то в пятый год у тех, у кого рожден пятого числа, рожден четырнадцатого, двадцать третьего, то есть, это число души связано с Меркурием, либо у кого сумма в конце всех чисел дает пятерочку, когда все сложить, как у меня, будут очень, как у тебя, да, точно, твоя планета судьбы, это Меркурий, и это число благостное, если человек все-таки начинает уходить от легкомысленного восприятия мира, идет тоже с периферии в глубину, потому что Меркурий отвечает за быстрое мгновение понимания, такая чуйка, что вот это мне нужно, и это интуиция тоже, это ощущение, это связь со звуком, будущее стоит за звуком, потому, вот ты проводишь практики, которые называются ом-чантинг, ты культивируешь не только в своем мире, но с другими, мир мантра-йоги, да, как мантра, душевная молитва на санскрите, как звук влияет на ум и на разум человека, пятерка, это также интеллект, но интеллект наш может быть зациклен на чем-то только интеллектуальном, поэтому походы только в музее, это все очень здорово, красиво, но только интеллектуальный уровень, это какая-то крыша, какой-то лимит, который иногда люди интеллектуальные остаются, посмотреть красивые картины, это социум, пообщаться, пойти, выпить шампанского, где-то показать себя, людей посмотреть, вот кто-то будет на этом уровне, дорвется, да, до общения, но это уровень, который не помогает пойти вглубь, то есть пятерка очень часто развивается в путешествиях, путешествия по святым местам, пусть сейчас они закрыты, но просто даже если вы намерение запустите, любое путешествие может для вас быть возможностью развития путешествиям не только снаружи, но и вглубь себя, поэтому пятерка очень быстрые изменения в следующем году, после апреля месяца, как раз, когда вот в это время вы можете слушать свою интуицию, и если были планы, которые были замедлены в этом году, например, в этом году было очень неблагостно выходить замуж, свадьбы были отменены, в следующем году будет это уже более интересно, значит, зачатие детей, это не в этот период, до конца апреля даже лучше и не думать, осознанно к этому, то есть Юпитер пока говорит, посидите пока, внутри мудреца культивируйте, а в следующем году пятерки, это также детки, которые могут иметь какие-то изменения в своей судьбе у детей, или ваши отношения с детьми, ваши отношения в социуме, если в социуме вы остаетесь только на уровне интеллектуальном, быть может, вы пойдете все-таки в глубину, я знаю, что во многих больших городах культивируется, пойти в театр, послушать концерт, но это тоже лимит, а пятерка это ощущение, что в связи с миром, почувствуйте, что это интуиция тоже ваша, быть может, вы пойдете тоже в глубину, исходя из вашей интуиции, ну и вот быстрые изменения, которые во всем мире пойдут, это тоже непредсказуемость эпохи водолея, потому что водолей это воздушный знак и знак воздуха и эфира, а пятерка связана с этим невидимым, это что-то будет происходить, тоже удивительно, я верю в это, и те люди, которые идут интуиции, слушают свою интуицию, поднимают свой интеллект и позитивны, пятерка это, вот посмотрите на детей, какие же потрясающие дети, когда они маленькие еще, куда деваются эти все дети, когда они становятся скучными, угрюмыми или депрессивными взрослыми или агрессивными, а ребенок наш внутренний, это радостный внутренний мир, он все время здесь, исцеление своего внутреннего ребенка, есть практики такие, потому что ваш внутренний ребенок чистый, спонтанный, подсказывающий вам внутренние ваши какие-то спонтанные ответы, это Меркурий благости и мудрец, который мгновенно в нужный момент пользуется мудростью, потому что есть уже от ума переходим к разуму, это работа над собой, поэтому не у всех, кто в следующий год будет успешным, но вот у тех, кто связан особенно с с этой планетой, зависит от вашего личного состояния ума, разума и вашего внутреннего мира, но путешествия будут очень благоприятны, ну и детки будут очень непростые, интересные приходить в следующий год. Как интересно, как интересно, значит этот год будет под названием «Пристегните ремни», да? Ну это сейчас идет зона турбулентности в любом случае, то есть зона турбулентности идет и внутри надо успеть свой внутренний пристегнуть ремень, но если есть к чему пристегнуть, потому что внутреннее ощущение духа, вот если его нет, то может смести, следующий год это быстрое изменение, поэтому зона турбулентности для кого-то нужно уметь работать, особенно для женщин, со своими эмоциями, пятерка это также элемент воды и это внутренняя вода и это наш эмоциональный мир, то есть в эту зону турбулентности духовные практики, а так как ты в России даешь эти практики, конечно же как тоже как преподаватель атма крии йоги я всем посоветую идти искать по готовности внутренней трансформации через атма крию йогу, которую ты даешь, атма высшая я, крия очищения, высшая я это и есть наш дух, наши потребности души, а йога связь между искоркой, которая внутри каждого сердца с истоком атма крии о бога реализации, не просто о трансформации животных, низких качеств человека, они есть у всех, но когда мы переходим уже на больший уровень, это уже наш уровень человечности, открытое сердце, а еще и высокий самый уровень, который дали мастера, мудрецы, это божественность человека, речь идет о богореализации в атма крии йоге, поэтому все по возможностям внутренним, но опять же, посмотрите на все, что происходит, только позитивно, потому что сложности не просто закаляют в борьбе, а самая главная победа над самим собой. Да, родная, я открыла вопросы, я тебе безмерно, бесконечно благодарна за такой эфир, но мы его еще не заканчиваем, вопросы сейчас посыпятся градом, я в этом уверена, уже они посыпались, и вот самый, вот первый для меня интересный вопрос, как я предполагала, как найти своего гуру, ну как ответить на этот вопрос? Ну это, во-первых, смотрите, есть такая мудрая поговорка, готов ученик, тогда приходит и учитель, то есть он не просто так, когда у человека появляется просто крик души, и в свое время, лет в 17 я прочитала книгу, что всегда приходят учителя, и все пророки, и провидцы искали, говорили об этом, поэтому потребность искать учителя, если есть, то он придет, когда будет такая потребность, в этом, что сильнее этого не будет ничего, в 90-х годах я эмигрировала из России, и ко мне пришла на русском языке книга автобиография йога, Парамахамса йогананды, для меня эта книга была, эта книга посвящения инициации на новый уровень, и тогда потребность в мастере, в гуру возросла, я просто стала кричать на всю вселенную, умолять, как мне нужен учитель, как же я тут потерянная, в этом океане пробьюсь без сама, это опять же только наработанная потребность, если она у вас есть, просите, молите, сейчас время, когда все услышано, наши молитвы услышаны во много-много раз быстрее, прежде чем подумать, подумайте, мы живем в мире, что сейчас наш мир материальных вещей, он приходит из наших мыслей, просите, и дано вам будет, это точно сейчас удивительно в этом период, вот, обращайтесь к Сати, приходите к ней, и есть, потому что возможность, мастер звонит к тебе иногда просто лично на какие-то маленькие подсказки, поздравления с праздником, да, праздник Дивали сейчас, огней внутреннего нашего света, и поэтому через тебя есть огромное тоже, это мостик, вот, Меркурий, это, кстати, мостик, ты мессенджер, ты посланник для многих в мир духовный, и даже конкретно к учителю, потому что когда будет открыта возможность ашрама, где живет мудрец, гуру, на территории Германии, я верю, что будет опять возможность приехать и в наш центр духовный, да, я обязательно буду организовывать группы выездов, такие ретритные, удивительно красокрасивые, на правильные, подходящие, скажем, для больших групп мероприятия, которые проходят в ашраме с нашим гуру, пока же, как сказала Анджани Ма, если у вас есть вот этот запрос, вот этот крик души, что называется гуру, есть возможность получить онлайн встречу, онлайн соприкосновение с моим гуру, с нашим Анджани Ма гуру, и я могу, знаете как, я сделаю сторис, где я приложу контакты одной девушке, которой вы можете написать в WhatsApp, ее зовут Амина, она занимается как раз организацией для совсем новеньких, чтобы вот эта встреча онлайн состоялась, это по Zoom происходит онлайн Даршан, Даршан называется как взгляд божественного или соприкосновение с божественным или нисхождение божественной милости, как и шактипат, у них есть схожий смысл, так вот, Даршан можно получить онлайн, то есть это по сути встреча с мастером, вам даже не нужно ехать туда в гуманину, да, и после этого эфира дополняем, это важная информация, обязательно, да. Да, мы уже как-то делали с Аминой и человек 300, не, какой 300, почти 600 или 700 человек попали к мастеру вот так на Даршан на протяжении одного месяца, то есть Амина там провела колоссальную работу, поэтому сейчас тоже кто хочет почувствовать, это не значит, что это этот мастер Парамахамса Вишвана Данаш Гуру Санжани, что он и вам гуру, это не факт, но вы можете попробовать, в любом случае встреча и соприкосновение с такого уровня мудрецом и мастером для вас все равно окажется благоприятным и может быть это ускорит встречу с вашим гуру, вот так что так. Безусловно, безусловно. Вопрос, какие вопросы еще? Ой, так много-много-много одна девушка пишет, как женщине совладать с эмоциями? Эмоциональный мир женщины это как океан бушующий и эти эмоции могут как возвысить женщину, так и пластом ее просто расшибить и эта работа в одночасье она не делается так. Женщина, во-первых, может свои эмоции почувствовать и утихомерить через тело, а мы не это тело, но если есть возможность делать аюрведические массажи, где соединяется и душа и тело, то массажи могут успокоить к концу месяца, но самая большая терапия и самое большое чудо это медитации, потому что эмоции где все? Вот тут в уме. поэтому если нет возможностей успокоить ум сами по себе эмоции, они не рассасываются, скажем так, и лунный цикл, женщина бывает на подъеме, когда период луна поднимается, овуляция, а потом, когда гормональный фон, лунный фон меняется, ну женщина, я извиняюсь, готова сковородкой кого-нибудь рядом убить, а рядом дети, члены семьи, поэтому эмоции, это очень важно и женщина эмоциями может выстлать красивую атмосферу в семье, это работа над собой, и в России очень много возможностей делать тренинги, слушать красивую музыку недостаточно, нужно изменение стабильное ума, эмоции, пятерка, они нестабильные, да, следующий год не будет стабильным, пока нет, но делать работу над собой, быть может, атма-кри-йога, это продвинутые уже практики, но есть и более доступные, начинайте искусство маленьких шагов, маленькие медитации, на консультациях своих я даю даже самые крошечные медитации, например, смотреть вечером всей семьей на пламя свечи, да, древняя тактика югическая для тех, кто не может сразу закрыть глаза, и поэтому вытягивая свечу на уровень вытянутой руки, вот с кулачком, на пламя на уровне зрачков, глаз, и мы смотрим до слез, очищаем свой ум, все эмоции прыгают, а вечером надо сделать усилие, хоть какое-то, мы смотрим на это пламя свечи, пока слезы не пошли, идет очищение, и потом опять закрыли, будет образ вот здесь в третьем глазе, пламя, внутреннее наше пламя, когда оно исчезнет, опять открыть, и вот эта практика, я даю ее многим начинающим, потому что надо начинать с чего-то, любимые, дорогие, прекрасные, эмоции, это и счастье, и несчастье женщины, так что есть возможность работы над собой, какие еще вопросы? Это настолько красиво, то, что ты сказала, счастье и несчастье, даже в отношении с мужем, у нас надо всего три годика, и я вижу, как моя эмоциональность является для него таким очень классным топливом, такой приправой, такой пряной приправой жизни, но иногда он бедно говорит, ты опять кричила на меня без причины, истеричка, ты видишь, твоя дорога жизни пять, а ты прекрасный пример этому, что ты работаешь над собой, и то мы пока еще несовершенные, мы все стремимся к этому совершенству, поэтому себя простить и понять, но не всегда есть такой понимающий муж, понимаешь, поэтому, а дети, когда есть дети, как они, их психика более хрупкая, то есть женщине, это ее, ну скажем, такое кармическое задание поработать над собой, над своими эмоциями, это жизненная необходимость внутренней гармонии, да, да, давай, какие еще вопросы, если успеем еще спросить, ты знаешь, тут удивительные есть комментарии, одна девушка пишет, мне говорит, часто снится ваш гуру, сегодня ночью он показал мне свои ноги, а я их не поцеловала, хотя думала об этом, что же хотят мне сказать мои сны о гуру, вот как это прокомментировать, можно я позволю себе это сделать, обязательно говори, по имени Лаби Лав, милая, я не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, если снится гуру, вот именно наш гуру, Парамахам Садишвананда, такого рода мастер никогда не снится просто так или случайно, он обязательно хочет что-то сказать, если он показал свои ноги, а ноги у мастеров и святых, стопы, да, именно стопы, расскажи, родная, про стопы, что символизируют стопы у святых и мастеров, начинай говорить, я сейчас отойду, попробую найти древнюю фотографию стоп Господа, давай, начинай говорить, а я пока скажу, что стопы символизируют место скопления мудрости и знаний, если у человека обычного стоп, в его ногах и стопах скапливается вся негативная карма, но у святых и у мастеров, это не просто учителя или лжи-гуру, а прямо у настоящих богораризованных мастеров, в их стопах находится вся милость, вся благость и знания. Есть такой рассказ, по-моему, у Руми где-то был, когда кто-то спросил, учитель, почему ты носишь такие красивые нарядные черевички, ну какую-то такую красивую нарядную обувь всегда, на что Руми уже будучи таким большим, уже таким мастером реализованным, сказал, в стопах моих сокровищ всего мира и я в честь этого сокровища ношу такую обувь, то есть это не про поэтому, мило, если ты слушаешь до сих пор наш эфир, зная, что просто так он тебе не снится, ты можешь сесть в медитации или в молитве и спрашивать его, я не понимаю, пожалуйста, помоги или приснись еще раз или как-нибудь дай ответ, чтобы я осознал, чего же ты мне хочешь сказать, какой месседж ты до меня пытаешься донести. Поэтому учитель по-разному через книги, через беседы, через сны, через ситуации может доносить. Лично меня он учит ситуациями, сны я почти не помню, поэтому он очень редко ко мне приходит во сны с конкретной информацией. Помню однажды я еще только-только получала от Макри, года два, может быть, прошло, как я его встретила, и иногда еще попивала вино. Мне снится сон. Огромный-огромный зал кинотеатра и мы ряд его учеников сидим, окружив его, и он всех спрашивает, как дела, что-то рассказывает, какие-то наставления дает. А я сижу, потею, с меня просто градом течет вода, пот. И он говорит, а ты сойти как? Я говорю, все бы хорошо, но я так потею. А я накануне, помню, были съемки клипа, и я выпила вот четверть бокала вина, четверть. И он мне говорит, ты знаешь, говорит, некоторым можно ведрами, а тебе даже капли нельзя. И я поняла из этого сна, с этого дня я не пью ни капли. Ну, может, как-то для, когда совсем вот к этой истории, что, ну, пожалуйста, я могу взять и даже не пригубить. Ну, то есть, я поняла этим сном, ну, это был такой редкий случай, когда мне конкретный дал такой месседж. Дальше спрашивает одна девушка, когда будут в живем курсы от Макри. Во-первых, курсы от Макри только живем. По крайней мере, технику можно дать онлайн, но я этого не делаю. Некоторые из учителей делают, я нет, потому что есть посвящение, которое только живем можно передать. И вчера буквально вечером назначен новый курс, следующий курс 29, сейчас скажу, 28-29 в субботу и воскресенье через неделю будет мой следующий курс. Может быть, он последний в этом году. Поэтому, если у вас есть желание, готовность, следите, пожалуйста, за анонсами. Буквально на днях я анонсирую и в Инстаграм, в посте и в сторис вы можете к этому курсу присоединиться. Дальше. Хочу добавить один момент. Видишь, какой мы синхронистичности с тобой. Я именно в эти даты даю здесь тоже в Швейцарии в горах. От Макриев? Следующий. Опять от Макриев, потому что на предыдущие две недели назад русскоговорящих было много, потому что я преподаю на французском, и вот на эти же числа у меня записаны все русскоговорящие будут давать Криев на русском языке. Вот такой праздник. Как чудесно! Слушайте, друзья, миленькие, если среди вас есть кто-то, кто живет в Европе, так вы же можете поехать к Анжане в Швейцарию в горах потрясающей красоты шале получить от Макриев. Уже приезжали, ну на консультации по нумерологии приезжали, но вот есть такая возможность тоже и Крии. Я сейчас хотела добавить по стопам гуру. Да. Вот посмотрите внимательно на это изображение, то есть это древнее изображение в Индии, маленький человек, и какие стопы Господа. Да, вот она. Какая картинка чудесная, я знаю ее и очень люблю. Значит, видите, там очень все символично. Они посыпаны кум-кумом красный цвет и чандан желтый. Это то, что обычно на третий глаз наносит себе священные знаки, связанные с символикой очень глубокой. Значит, я тоже вот так расскажу немного, что в человеке закодировано все, мы говорим все, что есть наверху, то есть и внизу. Есть 12 знаков зодиака, которые в каждой части тела записаны, и если наверху огненный знак, овен, в голове, горит голова в нем, то внизу в стопах у человека знаки рыб. Посмотрите, наши стопы даже похожи на ласты такие, да, плавать. Так вот, значит, это путешествие, очень много символики, и в стопах у человека скоплено либо огромное, то, что на дне у нас нашего океана сознание, либо накопленная нами наша мудрость идти, плыть Господу через этот океан, и это знак рыбы, знак рыбы, и в знаке рыбы это внутреннее ощущение преданности и любви Господу, преданности. Путь бхакти-йоги, которому принадлежит атма-крия, это сила вот этого созвездия, но в стопах у человека также накоплено очень много и различных путешествий, ведь мы ногами сколько ходим, и в стопах накоплено много и тяжелой негативной кармы, которая тоже не дает, ну, давайте, скажем так, называем вещи своими именами, от стоп часто идет не всегда ароматный запах, смотрите, как интересно, стопы святых пахнут розами, да, пахнут засмином, пахнут ароматом, потому что у святого, у гуру, и всегда в Индии было, вы посмотрите, если ведические фильмы, дотрагиваются до стоп сначала, кого первый гуру, отец, мать, в Индии дотрагиваются до стоп для благословления, до стоп матери, до стоп отца, чтобы благословили родители, а потом уже второе рождение считается человека тогда, когда он встречает своего гуру духовного, и это новое рождение, так называемый на санскрите феномен двиджа, первое рождение матерью, она в Индии считается первым гуру, дотрагиваемся до ее стоп, чтобы она благословила, да, стоп отца, если он благословляет, изменение судьбы на свадьбу, на какие-то новые начинания, перед войной они просили всегда родителей, чтобы, да, приход с войны, победа, когда приходили домой, то есть в древних традициях ведических очень много всего сакрального описано, а стоп и гуру это когда двиджа, новое рождение, только два существа могут рождаться дважды, бабочка, с болью прорывая свой кокон, она становится красавицей, но она делает усилия, и второе рождение у человека считается феномен двиджа, когда новое рождение встречает душа своего мастера, своего гуру, и тогда она просит благословления у его стоп, и где у него в стопах находится самая большая милость и благость и благословленные те, которые дотрагиваются до стоп своего мастера, заодно работа над своим эго, преклонить колени, перед Господом стоять на коленях, это во всех конфессиях, например, у тибетцев, у мусульманской традиции просто полное простирание, не знаю, говорится ли так по-русски, простирание, простирание на полу, мы делаем это в поклонении солнца, в приветствии солнца, любом, да, потому что во многих традициях солнце это Господь, сила духа и сила нашего внутреннего духа, поэтому стопа Господа это удивительное волшебное место, есть такое выражение примись у стоп Господа свое прибежище, работа над эго, работа над умом, сам человек не может справиться со своим эго, поэтому те люди, которые говорят да все внутри меня и Бог внутри, и Гуру внутри, быть может это очередная иллюзия нашего эго, потому что человек сам у себя не может убрать те наслоения эгоизма, потому что у себя мы бревна не видим, у другого мы соринку замечаем, но это бревно нашего внутреннего эгоизма, это и есть служение истинного гуру, мастера, который помогает ученику избавиться, освободиться, выйти на Бога реализацию освобождением от эго и идти путем души, путем сердца. Вот такой сегодня замечательный эфир. Ах, родная, ты знаешь, я так хочу с одной стороны помочь людям получить ответы, их много, и комментариев, они пишут, что плачут и слушают не дыша, и много людей спрашивают, как же записаться к тебе на консультацию или на личную. Давайте так, я сохраню эфир и в тексте вот этой публикации я приложу не контакты, а, скажем, инстаграм-аккаунт Кариночки. Карина — это наша чудесная подруга, которая будет помогать или помогает Анжане с консультациями, потому что Анжане сама столько не обработает, она не будет этим. Очень много, да. Да, поэтому Карина будет вас собирать, все ваши запросы, скажем, и потихонечку будет обрабатывать и в порядке очереди вы будете попадать на онлайн-консультацию к Анжане, если вы действительно этого хотите, если вам это действительно пора. Про Амину я тоже упомяну, вернее, я сделаю сториз, укажу её контакты, и вообще, по-моему, у меня есть папка, смотрите, у меня в шапке инстаграм есть папочка, она называется Даршан с мастером, и там описание, что такое Даршан, как это происходит, всё прям, и контакты Амины. Вот тут много кто пишет из вас, что Амина, Амина, любовь, что через Амину много кто попал на Даршан, я безумно этому Замечательно, замечательно, и она наш ангел, она поможет получить новым людям Даршан, она этим занимается уже профессионально, за что ей низкий просто поклон, ещё вот девушка одна говорила, зачем все эти астрологические штуки, вот эти планеты, если можно, если достаточно просто верить в Бога? Вот давай, вот, наверное, последний вопрос, завершающий вопрос, и тогда у нас будет два часа. Муж одобрит, иди сюда, а он одобряет что? Одобрил вопрос этот. Хороший вопрос? Хороший вопрос, очень хороший. Это правда, очень хороший, да, вообще все вопросы хорошие, потому что, отвечая одному человеку, идёт информация для многих. Так на самом деле, для чего же тогда нужны все эти консультации? Для того, чтобы человек имел мужество и чёткость, ясность понимания, над чем ему работать в себе. Потому что очень много людей, которые идут духовным путём и много делают ошибок, как все люди, которые не идут духовным путём. То есть, мы все здесь имеем право на ошибки, это абсолютно часть опыта. Но что может принести консультация чёткому пониманию, если есть мужество, взглянуть в глаза самому себе, не рассказом каким-то, который рассказывает нам наше неочищенное пока сознание и наш пока неочищенный ум, если нету работы над собой, а конкретная, прямо конкретика, над чем работать. А работаем мы чем? теми наработанными уже сильными нашими качествами характера, которые мы уже наработали, и именно ими мы сможем, если силы духа хватит, поработать над собой. Потому что это не только рассказать, какие мы милые, пушистые, розовые, как бы все эти хотят люди услышать о себе качества, это всё есть, а вот над чем работать, а вот что трансформировать в себе, вот именно это всё дают гороскопы, и те, кто хочет услышать предсказания, это прямо не ко мне. Есть в нумерологии возможность увидеть предрасположенность, на нас действуют циклы, какой цикл, в какой атмосфере мы проживаем, какой персональный год, что у меня происходит, что Бог хочет от меня, что в этот год конкретно, какие качества в этой школе жизни мне наработать. Поэтому если есть осознанность и понимание, что это просто инструменты для работы над собой. И в ведической нумерологии, так как у меня много профессий, они все связаны с саморазвитием человека, то я даю возможность поработать с йога, терапией, потому что я преподаватель тоже по йоге, и терапии по йоге, какие возможности есть поработать через дыхательные практики, какая есть возможность мер коррекции своей судьбы, потому что это честность и открытость и готовность увидеть себя не только как мы себя видим, а как это со стороны быть может еще. Может быть, мы даже не догадываемся, что есть возможности развития. Поэтому все по готовности. Если есть готовность, добро пожаловать. родная, и вот уже, наверное, подходя к завершению, хотя я так, ты знаешь, мой муж над нами смеется, мы с Анджаней, мы можем отправлять друг другу голосовые сообщения по 15-20-25 минут длительности. Муж говорит, что это преступление, за такое, наверное, стоит сажать в тюрьму, что люди не должны так делать и так далее. в таких количествах общаться. Давай заканчивайте эфир. Мне бесконечно мало тебя всегда, но я не могу, не могу обделить вниманием комментарии, что одна девушка пишет, я после Даршанда до сих пор помню взгляд Парамахамса Вишванады, такой сильный, мудрый взгляд. Девушка пишет еще одна, Анна, мне тоже Гуруджи снился сегодня, буквально неделю назад, я его об этом просила. Он приобнял меня, давая понять, что я под его защитой. Одна девушка спрашивает, а гуру может отказаться от ученика? Как я знаю, Инджани, поправь, пожалуйста, если я не права, как я знаю, гуру никогда не отказывается от ученика, если ученик не нанес оскорбления учителю, и даже если он это сделал, но искренне попросил прощения, и это было по-настоящему, то гуру всегда примет. И мы это видим с Инджани на примере людей, мы проживали это, мы знаем людей, которые уходили от него, возможно, наносили оскорбления, но возвращались. и я поделюсь кратко, очень интимным, очень сокровенным. Когда я только встретила первые гурджи, первые два года у меня было чувство виноватой какой-то гадкой собачонки. Я перманентно, глядя на него, мне было так стыдно, я чувствовала себя как бы такой грязной, какой-то такой, вот даже греховной, что ли. Я не могла никак преодолеть это чувство. И прошло два, наверное, года, если не больше, он мне дал возможность такой личной беседы. Мы были в Японии, как я помню, я задала ему вопрос, гурджи, у меня такое чувство, что я что-то натворила, или что-то такое сделала, как будто я тебя оскорбила в какой-то, может быть, прошлой жизни. И мне стыдно, мне горько. Я спросила, правда ли это? На это он закрыл глаза, так помолчал и кивнул, говорит, что-то такое было. Я расплакалась и говорю, прости меня, пожалуйста, я не помню, что это было, я просто чувствую, что это было что-то нехорошее, и так я не должна была поступить с тобой. Прости меня, пожалуйста. и он он так погладил меня так по щеке и говорит, пусть прошлое останется в прошлом. То есть так мастер дал мне возможность попросить прощения за то, что я когда-то совершила. Да, я не помню фактов, я не помню прошлой жизни вот так, как могло бы быть, как вчерашний день, допустим, но он мне дал это чувство, что я напортачила и дал мне возможность попросить прощения и простил меня. И с этого момента вот я почувствовала, как будто какая-то непроодолимая вот эта стена рухнула, и наша с ним связь стала очень тесной, очень интимной. Родная, спрашивают, что я сейчас в Швейцарии, хочу попасть к Канджане, как это возможно? Миленькие, давайте так, вы Карине, я ее аккаунт укажу в этом посте под этим эфиром, вы Карине напишите, что я хочу попасть к Канджане на Атмакрию или я хочу на консультацию, все это Кариночка будет классифицировать, так сказать. Да, да, распасовывать и будет помогать вам. Ну, пожалуй, наверное... Знаешь, какой момент? Ты сейчас рассказала очень важный момент о твоем опыте и что есть ощущение, что что-то какое-то было неправедное такое действие по отношению к мастеру, к учителю. Вот сейчас период, когда Юпитер будет уязвимым не для всех, но для многим, вот это как раз период, когда очень внимательно, держа свое мнение внутри, если кто-то не желает идти путем с мастером, с наставником мудрым, если он уже до всех мудростей дошел сам, это как бы его путь, но нельзя ни в коем случае во время, тем более есть тенденция во время этого периода оскорбить отношением, мыслью или вслух сказанными вещами о каких-либо наставниках и мастерах. Безусловно, есть ложные гуру и ведущие не туда, это тоже по судьбе дается, подарки даются, все, что мы делаем, духовную работу, она никуда, эти сокровища не исчезают, мы берем их с собой из путешествия жизни в жизнь, но вот в этот период обязательно будьте внимательны со своей речью, как я выражаю себя, каким образом, в благости, в страсти или в невежестве и оскорбление учителя, оно отчитается в ведических знаниях одной из самых ужасных, которая меняет судьбу, а учитель от ученика не отказывается никогда, как бы неблагостно и несправедливо вел себя отказавшийся от мастера ученик и для садгуру, который ведет душу из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение и любит своего ученика такой, какой он есть, он всегда его примет и примет его искреннее извинение, если они будут правда от души. Вот такое дополнение для Юпитера. Ты знаешь, этот эфир просто сплошной нектар, тебя слушать это сплошное наслаждение для меня и я так сильно чувствую присутствие гуру джи и какой-то такой теплой, сладкой неги и энергии и вот сейчас вот вопрос, можно ли иметь двух учителей? Нет! Он один, сад гуру один. На двух стульях не усидишь на двух стульях, никак не усидишь, потому что есть древние значит, вот такой момент, есть древние знания, почему древние? Потому что авторитет древних старцев ведических, которые говорят только твой сад гуру, который может дать тебе инструменты, их три, да, троица, Бог троица любит и вот три инструмента, которые дает твой мастер, когда знает тебя наизусть и любит тебя, как ты есть, дает тебе инструменты, дает посвящение в духовное имя, изменение судьбы, повышение вибраций, дает посвящение в иштадев или иштадеви, это божество, божественный аспект, с которым ты связан, то есть мы сейчас в ведической традиции, и третий инструмент, это гуру, мантра, только твой внутренний поиск, если он увенчается успехом, один учитель, один сад гуру, потому что есть гуру, которые только дают знания, но они не дают такие волшебные инструменты, я знаю очень многих, которые путешествовали по многим странам и в Индии, и видели многих мастеров, многих гуру, но не все гуру дают своему ученику эти три инструмента, поэтому только ваш гуру может дать вам вот эти три инструмента для вашего удивительного путешествия. Родна, я так тебе признательна за эти слова, как и те, кто нас слушает и нуждается в этой информации, и вот девушка Аида, которая чуть выше писала мне, что тоже живет в Италии, тоже итальянец, и вот хочет попасть и ко мне, и к мастеру, как это сделать, и тут она спрашивает, Сати, а вы можете стать моим учителем, или я должна пройти посвящение у истока? Аида, милая, я могу стать вам как шиша-гуру, да, либо я, либо Анджани, либо кто-то из тех, кто является проводником к истинному гуру, но я не могу дать этих трёх вещей, от которых сейчас говорила Анджани, я не могу дать тебе посвящение в духовное имя, да, я могу передать мантру в рамках Атмакрии йоги, и это в духовное имя, не божественное имя, а именно в мантру, Омна-муна-арайнае, но я не могу дать тебе Иштадева, это твоё избранное божество, которое оберегает и направляет тебя всей твоей жизни, твою душу, и я не могу дать тебе гуру мантру, потому что только твой сад, гуру, который ведёт твою душу от самого истока, потому что однажды я спросила гуру Джа, гуру Дэв, а когда наши отношения начались, с каких пор ты меня ведёшь? Я как маленькая, как ребёнок всё эти вопросы задавала, и он сказал, по-английски звучало это from the beginning of beginning, что значит с самого начала начал, с самого истока времён. Ты понимаете, как это? Когда душа только была создана, а душа такая же вечная, как и сам Бог, вот с этих пор, как может быть двое учителей, на протяжении садгуру только один, на протяжении всех жизней, и он не каждую жизнь встречается, возможно, чья-то вот этот момент, возможно, чья-то душа из вас тоскует и просто рыдает по садгуру, но, возможно, в этой жизни вы его не встретите, но он вас будет направлять, он вас будет направлять через других гуру, так называемых шиша-гуру, да, это учитель, но не садгуру. Вы знаете, я недавно в некотором, ну не в возмущении, а, скажем, в таком вот настроении, что вот хотелось расставить точки над и, делала сторис, даже хотела отдельно провести эфир на тему вот этого бородатого дядечки, который назвал себя садгуру. Возможно, он для кого-то садгуру, но дело в том, что это им, это слово садгуру переводится как сад, это вечный, высший, нерушимый, это истинный, вообще имя сад, значит истина, истинный, истинный, вечный, высший и нерушимый, это значение слова сад. Гуру это тот, кто рассеивает тьму невежества светом знания. И вот садгуру для человека, как было сказано, для души, он един. И я говорила, что, ребят, просто мне задают часто вопрос, потому что я периодически говорю с мою садгуру, мою садгуру, и люди думают, что мой садгуру это вот этот дядечка, его зовут Джаги Васудеп. Я говорю, нет, он замечательный, наверное, он говорит очень мудрые вещи, многим помогает. Я не очень знакома даже с его учениями, с его лекциями. Я с большим почтением отношусь к его миссии, к его учению, к нему как учителю, но мне он не садгуру. Вот я что хотела сказать, поясняя... Это важно. Да. Просто поясняя значение слова садгуру. И я немножко даже была раздосадована, что какой-то один гуру или учитель, или не знаю, как его назвать, личность, он такой бренд-нейм или псевдоним взялись... Он, правда, пишется садггур, но это всё то же самое. И люди теперь ошибочно думают, что понятие садггур связано только вот с ним одним. Я имею в виду западные люди. Те, кто в традиции, те, кто имеют знания, они, конечно, понимают, но многие теперь, скажем, введены в заблуждение, что ли. Вот что я хотела пояснить. То есть уважение ко всем мастерам, ко всем тем, кто даёт знания, оно, безусловно, очень важно. Да как же без них? Да как же без мудрецов? Ну как же жить без знаний? Поэтому вот ещё раз, наверное, ответ на этот вопрос. А можно просто Богу молиться? Но как же без знаний-то молиться Богу? Даже молиться Богу можно, только думая о себе и о своём эго. Даже надо иметь понимание, о чём молить Бога. А как же без знаний знать, о чём просить Бога? Понимаете, как тут всё тонко? И как же всё... Ну я не знаю, поэтому я и сказала, что это только личное такое интимное путешествие внутри, желание быть ведомым. Это уже смирение, качество которое все русские старцы тоже нам показывают, все святые мира. Но мы возьмём любую какую-то историю, о жизни святых. Посмотрите, какое же качество есть у них. У них сложнейшая жизнь, у них совершенно жуткие испытания. Их первое качество это смирение. А смирение это первое качество святого человека. То есть не просто смиренные, что вас избили, протанцевали на вашем теле лесгинку и всё, а вы вам поблагодарили. Мы, наверное, ещё нам далеко до этого, когда, да, подставь одну щёку, другую, но речь идёт совсем о другом. С миром жить, с миром идти в мир. А это не дешёвое качество, это тоже нарабатывается. То есть работа над собой и понимание, о чём просить Бога, для этого нужны знания. Поэтому это моё чёткое убеждение, что без мудрого наставника, да ещё, который знает вечную твою душу, твою вечную природу и напоминает тебе постоянно о твоей вечной природе, бессмертной. Для меня это часть органичного такого путешествия здесь. Поэтому я вам и желаю всем, чтобы проживать вот теперь и сейчас, вот в этом моменте, чувствовать себя, свою бесценность, свою силу, своей бессмертной души и всегда помнить о вашей божественности. Я подписываюсь и просто возношу каждое твое слово о том, что молиться, даже молиться мы должны уметь, как это лучшим и самым мудрым образом. и я не могу не поделиться личным опытом. Молитвы — это наше обращение к божественному. Где-то мы просим, чаще всего мы просим, что мы в молитвах делаем. Боже, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Я многое часто молилась, я с этим дружу с самого детства. И каждый раз Бог исполнял мои желания и отвечал на эти молитвы, давая мне то, что я просила. И сейчас, слушая Анджани Ма, я думаю, «Господи, как же это всё!» Если бы я знала тогда, «О, Господи, дай мне такого мужчину» или «О, Господи, дай мне вот это, дай мне вот то, он же давал мне». И каждый раз я обламывалась о том, что моя молитва была несовершенна, и я пожинала плоды этой молитвы. Понимаете, в чём дело? Бойтесь своих желаний, говорится не зря. И когда встречается мастер, он учит человека молиться не материальной вот этой вот клянчущей молитвой, а он учит общаться с Богом. Представьте себе, вот вы человек, который нуждается, каждый человек жаждет любви. Представьте себе, вы очень сильно влюбились, и человек, к которому вы влюбились, постоянно приходит к вам на свидание клянчить у вас что-нибудь. Дай мне денег взаймы, или дай мне свою серёжку золотую, или дай я поживу в твоей квартире. То есть он как будто к вам вот с такими меркантильными желаниями. Скажите, вот радостно ли, приятно ли вам будет от таких отношений? Я отвечу на этот вопрос нет. У вас будет гадкое ощущение, что вас используют. Я верю, что Бог такой мудрый, любящий и милостивый, что у него нет ощущения, что мы его используем, что он столь терпелив, что очень много-много тысяч, миллионов наших жизней терпит от нас вот такое отношение меркантильное, такого потребительского. Но он ждёт, что в конце концов мы станем настолько любящими и благодарными, что перестанем клянчить, а будем подходить к молитве, к медитации только в состоянии «я просто хочу пообщаться с тобой, я просто хочу побыть с тобой, любить тебя, выражать свою любовь, праздновать тебя, восхвалять и воспевать тебя». Вот так учит молиться Гуру. Вот этому он учит. И он своим одним присутствием, одним словом, одним взглядом, одним прикосновением может даровать человеку освобождение и даже Бога реализацию. И здесь я подытоживая тему и значение слова «сад-гуру», хочу сказать, что «сад-гуру» — это тот, кто одним своим присутствием, взглядом, либо прикосновением может человеку или группе даже своих учеников даровать освобождение или даже Бога реализацию. Только «сад-гуру» это может. Это человек. Да, если человек этого не может, он человек, он не «сад-гуру». Он гуру, он наставник, он может быть ментор, коучер, и кто там ещё бывает. Вот так бывает. Вот. Много замечательных ещё отзывов, отзывов, отзывов. Я думаю, пора завершать. Мы чуть-чуть больше двух часов провели эфир, и он прекрасен. Я знала, что так будет, и я счастлива, что так оно и случилось. Спасибо тебе, родная. Я знаю, за этот эфир. Тебе спасибо, любимая. Да, бесконечно. Мы всегда чувствуем себя в такой гармонии, но время надо уважать, потому что ту информацию, которую мы дали сегодня, её надо многим будет переварить, потому что есть внутреннее приятие, принятие, а есть и сопротивление. Все люди разные. Поэтому вот внутренний саботажник, если сопротивляется, ну, значит, пока это так. Но опять же, сегодняшний эфир был дан для того, чтобы вдохновить, чувствовать себя, своё сердце, уважать свой путь души и чувствовать, что даже если вы другие, даже если вас осуждают, и кто-то в семье, и друзья не понимают, знайте, что если этот путь ваш, слушайте своё сердце. И это очень важно, уважать путь души. Вот с самой стороны всё, и я очень благодарна всем тем, кто слушает, всем тем, кто участвует, и эфир, наверное, будет сохранён, потому что я думаю, кому-то это пусть послужит во благо, что свет знаний во веки веков это всегда была спасительная помощь от Бога через высших мастеров. Так что спасибо большое тебе, Сатишенька, что ты работаешь во благо такому количеству людей, и ты приносишь возможность вот этого развития и соприкосновения с этими священными знаниями, что учитель на пути это необходимое для тех мудрых, кто на пути, необходимая потребность и необходимый прожектор, который пусть освещает путь. А там уж у Бога на всех свои планы. Свои планы. Поэтому, кто услышал, кто принял это всем сердцем, замечательно. Кто не принял, тоже замечательно. Как есть, так есть. Да, да. Поэтому со всеми добрыми пожеланиями, ко всем, и большой благодарностью. Спасибо тебе, и спасибо всем. Спасибо, родная, и спасибо всем, кто слушал эфир, сохраню, всю информацию укажу, и про то, как записаться к Анжане, и про то, как попасть к Анжане на Атмакрию, про то, как попасть в Москве на Атмакрию ко мне, про то, как попасть на онлайн Даршан к учителю. Я всё это укажу и в сторис, и в посте. Люблю вас, и я так рада, что наше знакомство произошло. Вот такие сердечки, сердечки. Мои Анжане, мои Анжане Матчу, понимаете, какой подарок мне преподнесла жизнь, и Господь Бог видит такой мамочки моей духовной, и что я вот просто не могу отлипнуть, как от лёда. Будем прощаться, будем прощаться. Да, уже невозможно. Так, всё. Муж будет ругать. Мы ещё встретимся, значит, будет повод продолжить, мы какую-нибудь другую тему придумаем, может быть, про там числа, даты рождения, что-нибудь, всё будет хорошо. О совместимости, о совместимости внутренней, у нас есть внутренние числа, которые в гармонии и делают совместимость, и внешнюю. Это вот, это очень тоже глубокая тема. В следующий раз. Да, родная, значит, будет повод. Всё, заканчиваем. Пока. Заканчиваем. До следующих встреч. Дай грудэ. Дай грудэ. Дай грудэ.